Мне тут посоветовали мужчины нашего кружка немножко одеться. Итак, я приношу свои извинения за то, что так долго не появлялась в перископе. Ой, я вижу слово «Ура!»! Спасибо большое! Я специально громко говорю, ребята, потому что здесь шум прибоя, а также я очень сильно надеюсь перекричать Муэдзина. Я его сделаю сейчас своим голосом. Вот, я очень сильно извиняюсь. Так, привет, класс, ребята, всем привет! За то, что давно не выходило, мой телефон был на техосмотре. Оказывается, у телефона тоже бывает техосмотр. Чем опасен для мужчин ВПЧ-18? Вы угадали! Это тема сегодняшней видеотрансляции. И называется она «Жизнь с ВПЧ». Во-первых, я скажу свои соображения о том, откуда взялся этот ВПЧ. Мне кажется, все-таки тема опасности ВПЧ чересчур ажитирована в нашем обществе самими врачами. Все боятся ВПЧ, все боятся онкологических последствий этого ВПЧ. И поэтому врачи перестарались немножко с предупреждением всех, что ВПЧ страшная штука. И так, можно ли испытать анальный оргазм, если спереди все вырезали? Вы имеете в виду обрезанных мусульманских женщин? Думаю, можно. Что касается выреза ВПЧ все-таки 16-18 типа. Да, онкоопасность существует. Но она в очень небольшом проценте случаев присутствует. Где-то не более 0,1%. Я видела такие данные в литературе. И что касается наличия ВПЧ и причинно-следственной связи рака, то это очень проблематичный вопрос. Вот если у тебя есть ВПЧ 16-18 типа, при каких условиях у тебя возникнет рак? Это тематика будущих исследований всевозможных ученых. И, может быть, откроют ген. То есть, у тебя есть такой вот ген и еще ВПЧ. Значит, наверное, совершенно точно у тебя будет рак. Или, например, дополнительно какая-то контоминация какой-нибудь вирусной или бактериальной инфекции усиливает, углубляет воздействие этого ВПЧ. Вот, поэтому если у тебя есть 16-18 вирус ВПЧ, что тебе, девушка моя, делать? Надо идти к гинекологу, осматривать шейку матки. Героиня этого вопроса, по которому я сегодня снимаю ролик, написала мне, что у нее неоплазма не обнаружена. То есть, ей сделали цитологию, и пацин у нее в ВПЧ норма. Это означает, что она является носителем, здоровым носителем. И она может с этим ВПЧ 16-18 типа до конца своих дней проходить. Ничего страшного с ней не произойдет. Но при условии, что она один раз в 6 месяцев посещает гинеколога, делает эту цитологию и проводит все профилактические мероприятия, которые врач ей назначает, связанные с ВПЧ. Следующий момент. Как мог этот ВПЧ ей передаться от молодого человека? Вот у ее молодого человека, у мамы под мышками на шее есть висящие папилломы. И через маму этого молодого человека, мама мужчины во всем виновата, эти ВПЧшки перешли к ней. Это на самом деле фантазия, бред сивой кобылы. Никакие папилломы под мышками на шее у мамы и у папы. Полового партнера у молодого человека не могут перейти к девушке и вызвать у нее, так сказать, никакие изменения в виде предракового состояния шейки матки. Да, это один и тот же вирус, это один и тот же ВПЧ, но разные штаммы, разные штаммы. Рак шейки матки может вызвать только 16-18 тип. Висящие папилломы на шее и под мышках вызывают другие штаммы, они не онкоопасны, они не селятся на шейки матки. Следующий момент, как же ей теперь беременность планировать, беременеть, вынашивать и рожать, если у нее есть это самое ВПЧ? Как все обычные люди, собралась беременеть, беременеет, наблюдается, рожает, наблюдается, рожает, наблюдается и так до конца дней своих. Никакого влияния ВПЧ на будущий плод, на протекание беременности не оказывает, и беременеть с этим можно при условии, что вы наблюдаетесь. Следующий момент, как ей жить с другим молодым человеком, если она уже инфицирована, ВПЧ, как ей объяснять, что ее такую жертву обстоятельств заразили другие нехорошие дяденьки и так далее? Никак, еще неизвестно, чем ваш молодой человек другой будет инфицирован. И, как правило, вот это инфицирование, оно зависит от количества половых партнеров, от стажа половой жизни, от раннего начала половой жизни. Если у вас по всем этим пунктам плюсики, то есть раннее начало половой жизни присутствует, половые партнеры менялись в большом количестве и так далее, вы были инфицированы другими инфекциями, передаваемыми половым путем, и ваш партнер тоже, то вероятность инфицирования у вас ВПЧ достаточно высока, для того, чтобы вы чувствовали эту опасность и наблюдались у доктора. И, как бы, отменять партнерские отношения сексуальные из-за того, что вы уже инфицированы вирусом попелом человека 16-18 типа, не надо. Это не является противопоказанием для будущих отношений. Неизвестно, перейдет ли ваш вирус к нему, неизвестно, нет ли у него уже этого вируса, неизвестно вообще, ваш вирус вызовет что-нибудь когда-нибудь или нет. То есть вы просто с ним живете и помалкиваете. Наконец, я заканчиваю мою вводную теоретическую часть и начинаю читать ваши вопросы. Ребята, пишите мне, а то я остановлю трансляцию. Что-нибудь мне там напишите. Вот солнце мне отсвечивает, нифига не вижу. Так, бытовым путем родителям не передается. Бытовым путем родителям, детям, братьям, сестрам, тетям, дядям, крестным вирус попелом человека не передается. Так, еще есть вопросы по этому? Что-то мне никто ничего не пишет. Давайте я вам пока виды покажу. Посмотрите, какой у нас тут океан. Какой у нас тут малонаселенный пляж. Какая здесь красота, теплота и благолепие. Посмотрите, вот какой здесь вот едет дяденька на тук-туке, везет мороженое. Чтобы все дети знали, что это он, он играет музыку. Давайте еще вопрос, я его просмотрела. Печатаем еще разочек. Если 33% подвижных сперматозоидов, из них 2% активных, есть ли вероятность забеременеть? Так, вероятность забеременеть есть всегда. Беременеть женщина или нет, это воля Божья. Вот, мы говорим о высокой либо низкой вероятности. Если всего лишь 33% из них категории А, 2%, то вероятность низкая, она невысокая. Следующий ваш вопрос. Чем опасен ВПЧ для мужчины? Тем же самым, чем и для женщины. ВПЧ 16-18 типа у мужчины вызывает карциному инситу ануса. То есть, то же самое, перерождение клеток по типу кокилоцитоза у мужчин возникает в анальном отверстии. У меня всю жизнь был и есть один партнер, нашли 18-го человека, пили 16-18 тип. Неизвестно, был ли у вашего партнера до этого какой-либо партнер, либо попытка контакта. Потому что, все-таки, когда мы говорим об ВПЧ 16-18 типа, мы говорим об инфицировании. Из воздуха инфекции не берутся. Так, девчонки и ребятки, пишите новые вопросы. Здравствуйте, здравствуйте. Так, судя по вашему логину, вы уже у меня были на трансляции. Срочно пишите вопрос, а то я закончу трансляцию. Никто ничего не пишет. Ну что, считаю до одного и останавливаю трансляцию. 5, 4, 3, 2, 1, пуск. Спасибо.